тележка гидравлическая марка евролифтер на сегодня самая продаваемая телега на рынке ну считается одна из самых лучших телек значит состоит из гидроузла в сборе с рукояткой и колесами рама и есть ходовая часть подвивочная о работает за счет работает за счет того что когда мы наклоняем рукояточку вниз вела поднимается вверх соответственно таким образом она можем понять его на 20 сантиметров предназначена она для перевозки европоддонов с грузом 2 с половиной тонны состоит значит гидроузел имеется нагнетающий поршень пружина возвратная рабочий поршень и очень интересный такой клапан гидропанели который стоит вот с этой стороны здесь но клапан для того чтобы распределять потоки масла в гидросистеме на подъем на опускание и удержание грузов дальше колеса обрезинены 200 диаметра для тяжелых работ используется ролик полиуретан на стальном сердечнике если сравнивать с другими телегами то преимущество евролифтера в этом случае заключается в усиленной рукоятке снизу причем она крепится гидроузлу посредством оси и вот это расширение усиления позволяет использовать телегу как не только таскать груз но и толкать от себя значит правильно перевозить груз на телеге положено за рукоятку тащить за собой многие используют телегу для того чтобы установить груз на складе толкают телегу вперед рукояткой поэтому она в определенные моменты ломается для того чтобы этого не происходило делается вот усиление на рукоятке и осевая осевое соединение рукоятки с гидроузлом что позволяет более качественно работать на этой телеге по сравнению с другими телегами такие как лима например у нее болтовое соединение рукоятки на трех болтах рукоятка в этом случае отлетает гораздо быстрее значит на телеге используется вспомогательные ролики как накатывающий так и выдвижной который выдвигается при поднимании вилл от пола помогает преодолевать пороги у нас полы обычно положено работать на ровных полах но ровных полов редко где встречается ровные полы редко где встречается поэтому есть ямы канавы выступы ухабы вот эти ролики они помогают преодолевать эти препятствия но размером там 23 сантиметра высотой глубиной до подвилочная тяга имеет регулировку для того чтобы когда груз берут одной вилины или не по центру тяжести происходит деформация вилл поэтому для того чтобы восстановить деформацию вилл чтобы груз не опрокидывался обслуживающий персонал может сам самостоятельно в рабочих условиях восстановить эту геометрию за счет регулировки вот этих подвилочных тяг ну вот тележка симметра грузоподъемности две тонны отличается от евролифтера строением гидроузла у нее выносной масляный бачок вместо одного клапана два клапана ну это как бы не не недостаток а скорее просто другая конструкция но вот болтовое соединение рукоятки о чем я говорил что как бы не очень хорошо но то что перевозит она меньше грузоподъемность меньше меньше вес поэтому здесь это и используется болтовое соединение чтобы несколько удешевить телегу дальше у нее значит отличается ходовая часть строением каретки который представляет из себя литую n-образную конструкцию такую где нет пластины не соединяются осями то есть выбрано лишнее соединение за счет этого жесткость гораздо выше чем у обычной телеги используется ролики полиамидные тоже в своем роде преимущество потому что на полиамидном ролике тяжелый груз перемещается гораздо быстрее чем на всех остальных роликах вот такая замечательная тележка симметра ну вот тележка мл по сравнению сравнивать если с евролифтером значит по сравнению с евролифтером у которого отличается грузоподъемность две с половиной тонны эргономичная рукоятка обрезиненная дизайн внешний вид осевое соединение рукоятки с гидроузлом отличается опять же трех болтовым соединением рукоятки с корпусом гидроузла значит грузоподъемность две тонны что касается ходовой значит колеса полиамидные что приветствуется многими плодовощными предприятиями где тяжелый груз на полиамидных колесах передвигается гораздо быстрее каретка состоит из пластин вот мы сравнили симметрой там n-образной каретка летая здесь собирается из пластин ну что скорее недостаток чем преимущество но тем не менее соответствует цене и качеству то есть она соответствует качеству здесь используется тоже накатывающий ролик здесь нет выдвижного ролика что тоже не очень хорошо когда вот по сравнению но это обычная стандартная телега который используется на складах для небольших грузов значит ну эконом вариант для тяжелых работ евролифтер